Дети это цветы жизни. Это однозначно, это бесспорно, естественно, здесь нет смысла вообще в какую-либо сторону заходить. Почему о детях сейчас заговорим? Для начала представлю. Зовут меня Лайс Ковалёва, со мной сегодня в программе «Кофебрейк» напарник Алексей Ширнин. Здравствуйте. Да, и теперь уже о том, кто у нас в гостях. Естественно, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Белик Ирина Константиновна. Все, что касается детей, обращаемся к вам. Спасибо. Канникулярный период уже начался практически, можно так сказать, и о занятости как раз, ну давайте нет, не о занятости, а о пребывании детей в вечернее время суток поговорим. То есть какие-то рамки, какие-то ограничения есть или что? Значит, я всегда говорю, что ответственность прежде всего за воспитание детей в любом обществе лежит на нас, на родителях. Да, образовательные учреждения дают образование, развивают детей, учреждения дополнительного образования ищут таланты, творчески готовят относиться к тому или иному процессу. Но ответственность родителей все-таки должна быть на первом плане. И вот в соответствии с этим я уже неоднократно и у вас в студии говорила, и на родительских собраниях. Все-таки, уважаемые родители, давайте мы будем, родительское время, так называемое, определенное законом о гарантии прав ребенка и в Российской Федерации, и в Республике Башкортостан определенно. И летнее время, зимнее время, пребывание детей на улице в общественных местах, в позднее время суток, дневное время суток. Я еще раз напомню, вот сейчас у нас 1 мая на территории Республики наступило летнее время, то есть до 30 сентября дети имеют право находиться на улице без сопровождения взрослых до 12-24 часов вечера, с 6 часов утра до 24 часов вечера. С 1 октября по 30 апреля дети имеют право находиться на улице с 6 часов утра до 22 часов вечера. И вот исходя из этого, уважаемые родители, организовывайте свой досуг, досуг детей или время общения именно таким образом, чтобы в это время все-таки дети были с вами. Но если есть необходимость куда-то сходить в вечернее время или что-то, сделайте так, чтобы ребенок один на улице не находился. Потому что это не обязательно, что ребенок будет совершать какое-то правонарушение или преступление. Но мы с вами живем в жестоком мире, и гарантии о том, что ребенок может стать объектом преступления, конечно, ни у кого нет. Он может просто переходить улицу, и какой-то шальной водитель на переходе может сбить его, и, не дай бог, это закончится очень трагическими событиями. От того, как мы будем более внимательно относиться к нашим детям, зависит и судьба, и здоровье наших детей. То есть до мая было определенное время, да? Да, закон предусматривает два разделения – летний период и зимний период времени. И сразу я оговорюсь, задают такой вопрос. Вот если ребенок идет по улице, к примеру, и его встречает, он идет с бабушкой, с дедушкой, с тетей, дядей. Но, соответственно, никто не будет задерживать этого ребенка, если он идет в сопровождении взрослого человека. Но мы же тоже все по земле ходим, мы все не живем. И, соответственно, в этом как бы вот… Криминального ничего нет такого. Криминального нет. Но один, если ребенок идет, это уже административное правонарушение, предусмотренное частью первой статьи 5.35 Административного кодекса Российской Федерации. «Ненадлежащее исполнение родителями должностных обязанностей по воспитанию детей». Так, ну, если есть такая определенная статья, значит, есть какое-то наказание, да? То есть, что может… В виде штрафа? Значит, наказание по данной статье предусматривается следующее. От предупреждения до 500 рублей. Значит, там вот такая вилочка. И если, значит, ребенок или родители привлекают, задерживается один в безнадзорном состоянии, либо совершает какие-то другие правонарушения, допустим, ну, подрался или еще что-то, там разные моменты могут быть, мы рассматриваем на комиссии. И в зависимости от количества раз, если первый раз попадает в поле зрения комиссии, мы смотрим сразу же характеризующий материал, который поступает на комиссию. То есть, это же лично-бытовые условия, отношение к воспитанию родителей, характеристика образовательного учреждения, вообще объяснение, по каким причинам ребенок оказался на улице, что послужило. Естественно, на первый раз сразу же мы просто предупреждаем папу или маму. Ну, а дальше, если данное правонарушение входит в систему, соответственно, уже штрафные санкции идут по нарастающей, до 500 рублей. До 500 рублей. Ну, по-моему, сейчас это не очень большая сумма, мне так кажется. Вы знаете, когда, может быть, на первый взгляд и небольшая сумма, ну, когда системные административные правонарушения и сумма становится стабильна цифрой 500 рублей, ну, поверьте мне, это уже... А такие прецеденты были? Ну, сказать, что злостных, вот таких пока нет. Ну, и слава богу. То есть, бывает, да, задерживают то, что детей у нас, да, получается? Что я не понимаю? Ну, то, что вот у нас и бывает, то, что дети гуляют и задерживают их, да, вот после 12-ти. Бывает, такие моменты есть, но надо сказать, что все-таки вот с введением вот этой нормы закона, она у нас действует примерно где-то с 11-го года, вот эта норма закона, если мне не изменится, да, вот, то у нас уменьшилось все-таки количество детей, прибывающих на улице. Все-таки стало меньше. Да, еще есть, но все-таки меньше. И уже таких протоколов на комиссии тоже стало гораздо меньше. А детей до какого возраста это касается именно этот закон? Закон предусматривает до 17-летнего возраста. Это четкая оговорка в законе. Но, уважаемые родители, все-таки до 18 лет ребенок считается еще недееспособным, и он несовершеннолетний. Ну, давайте мы уж с вами не будем искушать судьбу, и пусть он до 18 лет находится более-менее под серьезным контролем родителей. Потому что вот, ну, контроль же, он же может быть разным. Не обязательно такой тотальный контроль, от которого страдает ребенок. Нет. Ну, надо же просто разговаривать с детьми, доверять, быть другом ребенка, чтобы ребенок мог поделиться той или иной проблемой, которая у него есть. Это очень немаловажный фактор для детей. Мы говорили о пребывании детей в вечернее время суток. Чем это чревато, чем грозит нашим родителям, то есть это штраф до 500 рублей. Очень замечательно, что в нашем городе прецедентов таких не было. Немного, я как понимаю. Ну, немного, но вот как-то Ирина Константиновна немножко опустила, так скажем, этот вопрос. Она уж не стала углубляться. Ну, нет, я как понимаю, то, что, ну, все равно, в любой, возьми, город, где-то такие прецеденты есть. Просто дело в количестве, как я понимаю. В количестве, да. Понимаете, вот можно много говорить. Конечно, во всякой работе есть и плюсы, и минусы, но в городе на протяжении ряда лет работает система, которая осуществляет профилактические мероприятия. В целом, работа с несовершеннолетними, в целом, работа с детьми. Это и дошкольные образовательные учреждения. В основном, они работают с родителями, с молодыми родителями. Образовательные учреждения, на которых львиная доля лежит работы, именно профилактическая работа с родителями. Это и педиатрическая служба нашей больницы, которая непосредственно ведет семьи от рождения и до дошкольного возраста и дальше. Но это та система, которая работает. Да, имеют место быть случаи, когда мы привлекаем, когда дети бывают без сопровождения взрослых в ночное время суток. Но, во-первых, это как во всей работе, есть рабочие моменты. Но, с другой стороны, значит, у нас есть еще поле для нашей работы. А система, отлаженная система в городском округе есть, и она работает. Это основным показателем, я считаю, нашей профилактической работы, когда и вы освещали широко это в средствах массовой информации, что по итогам профилактической работы за 2014 год городской округ, город Кумертау, занял второе место во всероссийском конкурсе «Дети разные важны», где показывалась работа непосредственно и с трудными семьями, и с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, которые имеют проблемы с законом. И работа с детьми-инвалидами, и работа с детьми-сиротами. Это большой комплекс того объема, что выполняет субъекты системы профилактики. Вот сейчас, в преддверии к слову, можно сказать, что на 1 июня мы опять готовим мероприятия, то, что будут проходить в целом по городу, связанные с детьми и с детским праздником. Конечно же, опять мы планируем выезд в семьи с поздравлениями, когда предприниматели вносят свой вклад именно в оказание помощи такой категории семей. Работа идет, она не останавливается ни на минуту. Правоохранительные органы работают ночью, мы работаем в дневное время суток. Идет работа, система работает. Ну что ж, замечательно. Я вот еще хотел бы остановить на чем внимание. Если мы не будем зацикливаться только на том, что и работа, я как понимаю, ваше заключается не только запрещать детям гулять после 12, о чем вы сейчас и говорили, но одна из, на мой взгляд, один из важных критериев, это все-таки с ребенком мало что может случиться, когда он занят. Чем больше занятость? Конечно, конечно. Если говорить о занятости, значит, вот у нас наступает каникулярное время. Наступает лето, когда дети больше предоставлены сами себе. И опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, я хочу сказать, от того, как позаботятся наши уважаемые родители, зависит, чем будет ребенок занят летом, как будет организован его отдых. И вот я еще раз хочу обратиться к нашим мамам и папам. Пожалуйста. У нас 1 июня начинают при образовательных учреждениях, при школах, работают центры с дневным пребыванием детей, где, естественно, дети будут организованы. Но для ребят постарше организуется трудовая занятость через центр занятости. Опять же, образовательные учреждения заключают договоры, где дети заняты на пришкольных участках общественно полезным трудом. Это и уборка территории, это и выращивание вот этих клумб, клумб, поливка небольших огородиков. Дети заняты. И организована, конечно, занятость и в наших загородных лагерях. Пожалуйста, все от того, как будут заинтересованы в этом наши уважаемые родители, все будет построено. Но если, понимаете, бывают такие моменты, когда переходный возраст в силу такого трепинку, вот не хочу я ни в центр занятости обращаться, не хочу ни в центр детского творчества, ни в школу, вот просто не хочу. Ну, не хочу-ка такая бывает. Ну, здесь, наверное, все-таки нужно проявить мудрость нашим папам и мамам, найти ту точку, тот, наверное, момент, чем можно заинтересовать свое чадо, заинтересовать ребенка, где-то, может быть, привлекать с собой на какие-то дела домашние, где-то, может быть, что-то относиться к этому с пониманием, с юмором, может быть, на какой-то период времени даже стоит и отступить перед ребенком, но продумывать так свое общение с ним, чтобы ребенок был заинтересован, чтобы вы в конечном итоге получили тот результат, на который вы рассчитывали. – Еще вот тоже, как у специалистов, может быть, такой вот вопрос, если опять более глобально так брать, не только ли это вообще, вот о временах, о нравах всегда говорят, то, что поколение все время более молодое, намного хуже, чем предыдущее и так далее, вот такое вот есть. Ну, часто такое говорят, вот в наше-то время, вот в это было, да. Вы можете сказать, что так это или нет, то есть нынешние, современные дети? – Вы знаете, проблема отцов и детей, она, как вы уже сказали, существовала всегда. Но сказать, что сейчас молодежь стала хуже или лучше, чем была во времена моей молодости, скажем так, или раньше, во времена молодости наших родителей, конечно же, нет. Конечно, нет. Потому что и у нас сейчас есть очень молодые, очень талантливые ребята, которые занимаются и активно, занимают активную жизненную позицию, и получают образование, и участвуют во всевозможных грантовых конкурсах. Да, во все времена были какие-то, ну, где-то в какой-то степени негативные моменты. Ну, это жизнь. Но говорить в целом, что молодежь стала хуже, конечно, нет. Молодежь стала более коммуникабельная, более незакомплексованная, более как-то, вы знаете, наверное, самодостаточная, целеустремленная. Они как-то знают, да, того, чего они хотят. Да, они ставят цель, они знают, что они хотят. Во-первых, вот по цепочке цель, методы ее достижения, цель достижения, и самое главное, они знают мотивацию, зачем это им нужно. Это немаловажный момент, я считаю, для молодого человека. А какие мотивации в основном, как вы думаете? Сейчас заработать денег или нет? Или самоутвердиться как-то другим образом? Ну, вы знаете, вот финансовый вопрос, он всегда стоял. Я все-таки выпускник той старой советской школы, и нас очень часто, мы сдавали такой предмет – политэкономию. И еще в XIX веке дедушка Карл Маркс и Фридрих Элгельс написали, бытие определяет сознание человека. Так вот, если человек поставил себе цель добиться чего-то, то есть даже элементарно построить карьеру для того, чтобы хорошо зарабатывать, для того, чтобы обеспечить себя и своих близких элементарными такими, скажем так, необходимыми условиями. Да, жилье, да, машина, да, обеспечение отдыха надлежащего именно своей семье, своим близким. А почему нет-то? Ну, почему? Для этого он учится, для этого он трудится. Он получает образование, это этапы жизни. Я считаю, что это нормально. Нет, это хорошо, это даже не просто нормально, это хорошо, когда ребенок действительно уже знает, чего он хочет от этой жизни, и он идет прямиком к этой цели. Но немногие дети так себя ведут. Они как-то вот воспринимают все как должное скорее. Нет, Лариса, я с вами не согласна. Значит, а ты хочешь сказать то, что все-таки вырастает поколение потребления? Да, вырастает такое поколение потребления. Нет, Лариса, я с вами не согласна. Но поверьте мне, вот беда наша бывает родителей и взрослых в том, что мы не всегда можем, наверное, заинтересовать ребенка, именно выслушать и слышать его. Мы же не слушаем сейчас наших детей. Мы вот, казалось бы, слышим, слушаем, но мы их не слышим, что хочет нам сказать ребенок. А отсюда вот идет конфликтная ситуация, идет непонимание между родителями, между взрослыми вообще и молодежью. Они многое понимают, молодые люди сейчас. У них своя точка зрения на жизнь. Вот опять же, отношение к карьере. Если у нас была в нашу молодость как бы немножко другая, мы работали за идею, мы работали как бы вот что-то вот то, а сейчас молодые люди пытаются за свой труд получать адекватную заработную плату. Ну почему? Это разве плохо? Нет, это очень хорошо. Это действительно хорошо. Но я про потребителей говорю, что все равно есть такие дети. Они есть, но тем не менее их не так много. Я не говорю, что их много. Нет, ты сейчас говорила то, что их большинство, между прочим, буквально минут пять. Нет, я не говорила, что большинство. Большинство, наоборот, целеустремленных. Но есть среди них и такие, которые являются потребителями. Это тоже воспитание родителей, согласитесь? Это родитель в первую очередь вкладывает в свое чадо, в свое ребенка то, что дальше ему от жизни нужно. Как он от жизни должен вообще идти по жизни. Продолжение нашего разговора, опять же, начинается лето, завершен очередной учебный год. Сейчас горячая пора для выпускников. В том числе и ребята сдают ЕГЭ, ребята сдают государственную итоговую аттестацию девятиклассники, которые дальше, если вот, допустим, со старшими классами с ними понятно, они уже дальше нацелены на высшее образовательное учреждение, что-то определяться, получать профессию. С девятым классом как бы еще ситуация двоякая. В каком плане? Значит, либо же он, девятиклассник, выпускник, будет продолжать обучение в общеобразовательной школе, либо же он пойдет в учреждение профессионального образования. И, опять же, вот здесь должна быть, я считаю, незаменимая помощь родителей. Потому что, прежде всего, они должны уже знать, а что хочет их ребенок. А потянет ли он обучение в десятом классе? В какое профессиональное образовательное учреждение он пойдет? Вообще, кем он хочет быть? Тогда вот уже нужно толком определяться, какой колледж, какое училище, какой лицей нужно для вашего дочки, сына, чтобы дальше он мог состояться в профессии. И потянуть ту учебную программу, которую предоставляет именно то или иное образовательное учреждение. Это очень серьезный момент. Очень серьезный момент. А если куда идти после девятого класса, вы думаете, это больше все-таки надо решать родителям, получается? Я считаю, что не больше считать родителям. Я считаю, что нужно взять этот вопрос на контроль родителей и разговаривать с собственными детьми. Как-то ты своего ребенка все-таки видишь, ты его слышишь. Конечно, конечно, конечно. Естественно, ты будешь примерно хотя бы знать... Либо это техническое направление, либо это гуманитарное направление. А может быть, ребенок просто элементарно хочет стать космонавтом. А почему нет? Значит, ему надо помочь, определиться в этом. У нас в этом плане очень хорошо работает Центр занятости населения. Значит, вот весной у нас ежегодно Центром занятости проводится совместно с администрацией города, с учреждениями молодежной политики, ярмарки, вакансий, учебных и рабочих мест. Именно ведется работа по профориентации наших выпускников девятых, одиннадцатых классов, чтобы именно понять ту или иную профессию, куда бы пошел вот этот молодой человечек, чтобы не разочароваться дальше в жизни. То есть, я, по-моему, так думаю, что это с родителями надо уместить или нет? Или все-таки от дома? Ну, их, значит, вот эти выставки приглашают непосредственно классами детей, чтобы... Ну, хорошо, если, допустим, ребенок чем-то заинтересовался, и в семье как бы нормальные доверительные отношения, он же может с родителями уже разговаривать, что я вот хочу вот туда-то. Почему нет? Это нормально. А вообще, когда лучше начинать разговор с ребенком по поводу выбора профессии? То есть, во сколько лет? Сколько должно быть ребенок? В каком классе? В каком классе, да. Ну, я думаю, что это надо делать с первого класса. Уже? Да, потому что ребенка сразу видно, чем он увлекается. Либо он машинками увлекается, либо он как бы читает, либо он еще что-то делает. Ну, это чисто мое субъективное мнение. Ну, да, ну, конечно. Я считаю так. А там уже проще всего отмахнуться, а вырастется, он сам определится. Да не определится, потом начинаются проблемы, что там не получается, там не получается. Если ему неинтересно, вот, допустим, в лицее или в каком-то училище или колледже, он же начинает пропускать ребенок. Там начинаются задолженности образовываться, которые потом вырастают в очень серьезные проблемы. Либо же мы вынуждены потом принимать решение и переводить ребенка от комиссиона в какое-то другое образовательное учреждение. И такое есть. Это рабочие моменты, которые комиссия решает постоянно. Но самое главное, в соответствии с законом, я хочу напомнить это родителям, у нас обязательное 11-летнее образование. То есть, это значит, он, если в лице или в колледж ребенок уходит, он помимо того, что он получает профессию в колледже, он получает еще общее образование 11-летнее. Среднее образование. Общее и среднее образование. Это обязательно. Потому что я вот приходилось слышать мне, а что, 9 классов закончил, дальше пусть идет, работает куда хочет. Нет. Не получится сейчас так. Закон определяет, ребенок должен закончить 11 классов, получить образование. А дальше уже, как он решает сам. Это, опять же, ответственность родителей. Ну, в принципе, вся программа, что и правильно говорится, и повторяется то, что ответственность родителей, она должна быть. Ну, что ж, я, в принципе, думаю, что нам пора завершить программу. Время уже подошло к концу. Спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам, за то, что рассказали нам. Может быть, что-то еще вы можете напомнить родителям, можете сказать напоследок? Ну, напомнить, я честно хочу поздравить с наступающим праздником, Днем защиты детей, 1 июня. Я приглашаю наших родителей принять вместе с детьми активное участие в этих мероприятиях, которые у нас будут проходить в городе. И я хочу еще раз обратиться к нашим мамам и папам. Любите своих детей. Если ребенка любят, и он это чувствует, то, поверьте мне, он будет платить сторицей своим родителям. И ответственность наших родителей. Не забывайте, любите, и не забывайте, что вы несете, уважаемые товарищи родители, ответственность за своих детей. Вы ответственны за них. Замечательные слова, которые завершает нашу программу. Спасибо большое. Мам, огромное прям, да, действительно, спасибо. Дети, мы уже говорили, что это цвета жизни. Уж, вот так вот, да. Многие говорят, что, знаешь, это, ну, как-то тяжело, наверное. Воспитывать ребенка тяжело. Как-то донести до ребенка всю эту информацию тоже тяжело. Не очень слаженные нормальные доверительные отношения, про те отношения, которые мы с вами говорили сегодня, что они должны быть доверительными. Ну, я надеюсь, что у всех все получится, что мы все справимся. Ну, да, надо к этому стремиться.